МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Хэнсен, эксперт по сырьевым рынкам, выразил сомнения по поводу того, что Иран сможет повысить объем добычи так быстро. «Мы сомневаемся в том, что после многих лет санкций и нехватки инвестиций Иран сможет легко повысить объем добычи. И прежде чем будет достигнут полный потенциал, пройдет больше времени, чем считается на нефтяном рынке», – заявил он. Банк Стендерчертер прогнозирует, что цены на нефть могут упасть даже до 10 долларов за баррель до того, как начнется их восстановление, – пишет издание. По словам американских чиновников оборонного ведомства, армия Китая, возможно, направит войска, которые присоединятся к глобальному конфликту с террористами из исламского государства, – сообщает The Washington Times в статье, подготовленной журналистами издания. По некоторым сведениям, Пекин обеспокоен тем, что растет число террористов китайского происхождения, вступивших в ИГИЛ, – поясняет газета. В статье говорится, вместо того, чтобы вступить в сотрудничество с коалицией под руководством США, китайская армия, что более вероятно, соединит силы с российской. Последние месяцы Россия наносила авиаудары по объектам ИГИЛ, но также и по другим повстанцам в Сирии, которые выступают против режима президента Асада, – пишет газета. В июле боевики ИГИЛ видеоролики призвали китайских уйгаров взяться за оружие и вступить в исламское государство, на территорию, которую группировка контролирует в Сирии и Ираке. В понедельник основные российские биржевые индексы резко упали, – сообщает The New York Times. Снижение цен на нефть отбрасывает мрачную тень на российскую экономику, зависимую от энергоносителей, – поясняет журналист Эндрю Крамер. Падение котировок российских акций вторит снижению на других биржах мира, которое происходило на первой неделе наступившего года, пока в Москве финансовые рынки были на каникулах, – разъясняет издание. Нефть, природный газ, сталь и другое сырье – основная часть российского экспорта. Резко снизилась из-за страхов перед замедлением китайской экономики, – пишет автор. В интервью БАЛТ президент Путин признал, что падение цен на нефть вредит экономике, но счел, что оно заставит Россию усовершенствовать ее финансовую политику, – пишет автор. Российское государство облагает нефтяные компании налогами по более высокой ставке, когда цены на нефть выше, и по низкой ставке, когда цены снижаются. В результате главная нагрузка, вызванная снижением цен на нефть, легла на федеральный бюджет, а не на компании, – говорится в статье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова